Сегодня премьер-министр страны, представители столичной администрации, врачи, ученые, молодежь ранним утром спешили в национальный парк. До восхода солнца здесь была назначена очередная встреча под названием «Монголы ранние пташки». Предрассветное время до половины шестого называют часом тигра. Монголы говорят, если человек просыпается в эту пору, то дух его крепок, жизнь радостна, а вся работа вовремя делается. Сам великий Чингисхан в это верил и вставал в час тигра. Сегодня о пользе раннего пробуждения говорил премьер-министр. Когда я был ребенком, мои родители поучали меня. Человек, который много спит, ест и много забывает, идет вниз, он не развивается. А вот человек, который рано встает, постится и много помнит, растет и самосовершенствуется. Современная традиция «вставать рано» была заложена в конце января 2010 года. Тогда впервые прошла встреча под названием «Монголы ранние пташки». Сегодня любители раннего подъема рассвет встречали уже в 51-й раз. Участником нашей встречи стал премьер-министр Монголии. Я так понимаю, что правительство страны поддерживает инициативу граждан и само выступает примером для всех остальных. Рано вставать любят дети, а вот взрослые с годами привыкают поспать подольше. Сейчас столичные власти приняли решение раньше начинать рабочий день. Чиновники начали вставать так же рано, как и дети. Госслужащие призывают всех взрослых последовать их примеру. Свои 24 часа в сутки каждый человек может распределить рационально, так, чтобы успеть сделать все, что собирался. Это называется менеджмент времени. О пользе раннего утреннего подъема сложено множество народных поговорок. Монголы, к примеру, любят повторять такую. «Если проспать восход солнца, можно проспать мозги». Справедливость именно этого высказывания подтверждает Халиун. По словам девушки, ее ранний подъем – залог хорошей учебы и крепких знаний. «Я рано встаю, готовлюсь к урокам, все удается, успеваю сделать за день все, что наметила». Встречи монголы «Ранние пташки» проходят регулярно раз в две недели. Сегодня они объединяют людей разных социальных статусов и разного возраста. Традиционно общение длится недолго – буквально 10 минут. Сегодня любители раннего утреннего подъема собирались в национальном парке. Место было выбрано ими не случайно. Вскоре здесь можно будет не только встречаться и прогуливаться, но и заниматься спортом. По решению столичного парламента в парке построят спортивные площадки и беговые дорожки.